Праздничное воскресенье для Боровинки обернулось настоящей трагедией. Новость о страшном пожаре в Садовом товариществе долетела даже до тех, кто уехал в город. Смерть пожилой семейной пары буквально повергла всех в шок. Дом вспыхнул в половину одиннадцатого. К моменту прибытия спасателей и пламя перекинулось на баню и два сарая. На втором этаже огнеборцы обнаружили тела хозяев. Мужчине было 75, женщине – 76. До недавнего ухоженный дворик совсем скоро порастет травой. На улице кирпичи, угли и остатки мебели. На вопрос, что произошло. Соседи пожимают плечами. Пенсионеры не курили, не пили и всегда следили за участком. Эксперты не отрицают, причиной гибели могло стать неосторожное обращение с огнем. Вчера уютное гнездышко с фонтаном и качелей во дворе. Сегодня обугленная коробка без окон и дверей. Крыша обвалилась, частично обрушились и стены. О деревянном балконе напоминает лишь обгоревший каркас. Еще один необычный случай произошел в субботу. На Пушкина женщина получила ожоги 70% тела. Крик за забором услышали соседи. Сразу же бросились на помощь. Как позже выяснилось, пенсионерка не заметила во дворе самодельный мангал и на него упала. Ее госпитализировали. Работники МЧС напоминают, что самой распространенной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, в частности при курении. Также спасатели напоминают и про отопительные элементы, за которыми нужен по-прежнему уход, ведь еще отопительный сезон продолжается. В Бобруйске районе пламя уже унесло жизни 14 человек. Масштаба всей страны – почти 300. Среди них два ребенка. Каждая трагедия – очередное доказательство. Огонь ошибок не прощает. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.